Соня у меня убежала, наконец-то я с вами смогу чуть-чуть поболтать. Да ладно, Соня уже прибежала. Нет, я не смогу с вами поболтать. Что, Соня? У нас сегодня погода как в Англии, посмотрите. Такой туман, на самом деле это, конечно, не туман, это изморозь. И пар идет. Давайте вместе пойдем на бульвар, я вам покажу, как бульвар наш выглядит осенью. Саша у меня не спит. Мы до сих пор гуляем в комбинезоне от Фаберлик. Любимое место голубей, мы обычно всегда их кормим здесь. Любят в тепле посидеть. Это у нас дворец культуры имени Ленина. И, наверное, я Сонечку отдам сюда в танце, если у нее будет чувство ритма. Потому что танцевать она любит. Плюс 2 градуса. И вид он, конечно, грустненький. Обработали уже все клумбы. Смотрите, такие молодцы. Так хорошо следят. Помните, я летом показывала во влогах эти клумбы? Были такие красивые, пушащие, прям цветами, яркими красками. Ну вот. Но все равно мне нравится здесь уютно. Только, блин, моросит. Прям микроскопический такой дождик. Только присела на самом деле передохнуть и решила с вами поболтать. У меня просто ностальжия. Девчонки, видите, вот это высокое здание девятиэтажное? По-моему, да, девятиэтажное. Дождик идет. Можно я вас протру вот так? Я здесь жила. Это общежитие Марийского государственного университета. И у меня здесь была очень своеобразная жизнь такая интересная. И я сейчас шла, вспоминала вот эти годы. Но я недолго здесь жила. Может быть, год. Может быть, полтора года. Потому что тогда мы уже начали с Антоном снимать квартиру, когда я была. Я не помню, на каком курсе. В общем, у нас уже были попытки совместной жизни. И я думала о том, что как же мне в течение всей моей жизни, на протяжении всей моей жизни мне везет с людьми. Везде. В учебе. В жизни. Вот, допустим, даже в этом общежитии я жила с девушкой. Я жила в двухместной комнате. И у меня была потрясающая соседка, девчонки. Вот. Я не знаю. Она, наверное, сейчас во Франции живет. Как-нибудь надо. Кстати, да, я вспомнила. Надо ее как-то разыскать и списаться. Даже начиная с моего младенчества. Знаете, начиная с семьи, в которой я родилась. Причем в детстве я думала, блин, ну почему я не родилась на месте Бритни Спирс? Почему я не родилась там в супербогатой семье? Сейчас я понимаю, что если бы даже вернуть время назад, если бы у меня была возможность выбрать, в какой семье родиться, я бы сто процентов выбрала своих родителей, свою маму. Потому что у меня идеальная мама, о которой вообще любой человек может мечтать. Папа, конечно, далеко не идеальный. Но, вот знаете, все познается в сравнении. Бывает и еще больше недостатков у людей. Вот. Поэтому я прям безумно рада, что именно так все в моей жизни складывается. Что касается молодых парней, у меня в моей жизни, вот знаете, никогда не встречались какие-то подонки в моей жизни. Не знаю, вот правда. И на учебе, и на работе. У меня был самый лучший начальник на работе. Ну и, конечно же, мне повезло с Антоном. Очень. Мне повезло с моими родственниками. Мне вот все время, мне даже с подписчиками на самом деле везет. И у меня мама читает комментарии периодически. Она говорит, Таня, у тебя такие хорошие комментарии, у тебя такие добрые комментарии. Мне даже сами подписчики уже пишут, что Таня, у тебя такие зрители хорошие. Вот, даже уже зрители сами замечают, какие они хорошие Поэтому спасибо вам огромное, спасибо за то, что вы меня смотрите И мне кажется, очень адекватная у меня аудитория Наверное, это связано с тем, что у меня возрастная Ну как возрастная, я сейчас дела всех обидела Но все примерно моего возраста Девчонки 25-45, такой разброс, да Но меня девчонки смотрят, да, постарше, не школьницы, не подростки Поэтому максимально адекватные, максимально добрые, понятливые, счастливые Это меня очень радует Так что вам, девчонки, большое-большое спасибо А я пошла гулять дальше, потому что до меня дядя дозванивается И сейчас с ним поболтаю по телефону, пока есть такая возможность Ну и погуляем по бульвару, сейчас вам покажу Вот у нас бульварчик, видите? А я сидела на дождевике с Ашином Ну что, продолжаем немножко в другой обстановке этот влог И я решила сегодня по максимуму использовать то, что я хорошо выгляжу То, что у меня даже укладка какая-никакая сохранилась И я думаю, именно блогеры меня поймут Да, накрасился, уложил волосы Нужно по максимуму отснять видео И думаю, ну покажу, пока я красивая, примерку того, что я заказала на сайте Ши Ин Покажу вам очень классный заказ, девчонки И сайт Ши Ин меня приятно радует Мне снова предоставили скидку для моих зрителей, для моих подписчиков 15% купон я обязательно оставлю под этим видео Если вдруг захотите заказать то, что я вам покажу Не важно, или что-то другое Вот захотелось вам заказать Воспользуйтесь этим купоном И будет вам скидка, и будет вам счастье Вот, и я заказала 5 вещей Мне пришло 5 позиций И всеми ими я очень довольна И первое то, что я, наверное, покажу Это вот это платье Сейчас очень большим спросом пользуются одежда, аксессуары Даже верхняя одежда, представляете? Вот таких вот принтов У меня это змеиный принт, если я не ошибаюсь Я сейчас, да, если что, это платье Это не халат Я маме просто отправила фотографию Мама говорит, ну все понравилось, вот только халат как-то не очень Ну это понятно На вкус и цвет Все фломастеры разные Я никого Я не утверждаю на 100% Что вам это должно нравиться Но платье прекрасное, на мой взгляд Оно классного, крутого качества, на мой взгляд Оно стоит недорого Оно скрывает недостатки Если у вас есть хоть чуть-чуть Небольшой там живот, небольшие бока Это платье все скрывает И подчеркивает достоинства Если у вас красивая грудь Красивое декольте Здесь очень глубокий вырез, кстати говоря Можно его, конечно, по желанию чуть-чуть прикрыть Но зачем, да? И так оно очень-очень такое скромное платье Хотя вот принт, да? Расцветка платья такая змеиная Она все равно говорит о том, что Девушка, которая выбрала себе платье в такой расцветке Какая-то чертовщинка в ней есть Это я сейчас про себя Принесла я вам показать очередную красоту И совершенно забыла, что хотела вам рассказать про SmartySale Где-то, может, месяц-два месяца назад Я вам рассказывала про кешбек-сервис SmartySale И как раз-таки мне хочется напомнить Если вдруг вы не смотрели это видео, пропустили Либо на тот момент вы не установили по какой-то причине приложение Сейчас самое время Особенно если вы хотите сделать заказ SmartySale сотрудничает с интернет-магазином Shein И кешбек там составляет 5% То есть 15% с моим купоном Минус еще 5%, которые вам вернутся на карточку На ваш счет, который вы можете обналичить Либо там что еще перечислить на мобильный, по-моему Ну в общем, да, делайте что хотите Хотите копите эти деньги Потом большую сумму снимайте Но суть в том, что с Shein они тоже сотрудничают И вам вернется кешбек Регистрация, установка данного приложения совершенно бесплатная SmartySale сотрудничает более чем с тысячами интернет-магазинов В том числе и магазин Shein, в том числе Алиэкспресс И многие-многие-многие другие сайты С косметикой, с техникой, с одеждой, с товарами для дома Поэтому перейдите, посмотрите Если вас заинтересовало Если вы до сих пор не пользуетесь кэшбек-сервисами В прошлом видео говорила и в этом видео повторюсь Что, наверное, глупо не пользоваться кэшбек-сервисами Если есть возможность вернуть, сэкономить Пускай даже 100-150 рублей Почему бы это не сделать Так, что касается моего заказа Что я еще заказала? Вот такую кофту Это у нас кофта в размере S Да, вы ее увидите, как она смотрится на мне Она, по ней не скажешь, что это размер S Кофта мне это очень-очень понравилась Мне кажется, что мне безумно идет вот этот небесно-голубой цвет Он очень нежный Вариантов расцветки было 4 или 5 Был нежно-розовый какой-то пудровый Вот голубой, зелененький, белый Я сама выбрала голубой цвет Мне кажется, что я не ошиблась И мне понравилась вязка Мне нравится сам материал Потому что на ощупь ткань Ткань Пряжа очень приятная По составу я посмотрела Это 100% акрил, девчонки Но по ощущению Ну, так не кажется, правда И вязка интересная С одной стороны вот так вот выглядит кофта А со спины получается просто такая двойная резинка Всю одежду я заказала себе размера S Вот только эта водолазка Была, по-моему, one size Не было возможности выбрать Но она мне подошла по размеру Мне кажется, это действительно универсальный размер От 42-го, наверное, до 46-го Может быть, до 48-го даже Потому что водолазка тянется отлично Эта резинка прямо, знаете, напоминает чулок Мне очень понравилось, как сделана горловина, девчонки Посмотрите Вот это просто продолжение водолазки И очень-очень длинная она Можно два раза загнуть Можно один раз загнуть Если шея длинная Расцветка суперская И сидит, мне кажется, вообще отлично И выглядит вроде бы и скромненько И в то же время немножко и празднично И ярко, и интересно Мне очень давно хотелось водолазку Именно вот такую серо-черную С люрексом Вот так что прям вообще Моя-моя вещь Очень нравится Универсальная Можно и с юбками, и с джинсами И под жакет надевать Отличное приобретение Мне кажется, вот это такая Так называемая базовая вещь Следующая кофта выглядит вот таким образом Тоже вязаная теплая кофточка Тоже размер S Цвет молочный, такой молочно-белый И эта кофта у нас идет с бусинками И с вышивкой на рукавах И на передней части Вот здесь на груди Она смотрится эффектно Она смотрится интересно Мне кажется, и на учебу, и на работу И куда угодно Вообще очень, можно сказать, тоже и празднично И в то же время скромно, сдержанно смотрится Здесь ткань уже не такая приятная Как у голубой кофты Скорее всего тоже стопроцентный акрил И что примечательно Сайдши и начал клепать Бирочки свои Вот эти шиин Далее есть у нас вот такие даже веревочки За которыми можно подвесить одежду Это практически на каждой одежде у них появилось Вот что-то подобное Ощущение, что ты заказал одежду В фирменном магазине Смотрится классно, здорово И стоимость, по-моему, тоже невысокая была Честно, не помню И я не знаю, напишите мне ценители моды Если вы следите за трендами Бусины, наверное, уже вышли из трендов И, наверное, с бусинами уже никто ничего не надевает А я вот до сих пор хожу У меня пудровый розовый свитер Есть с бусинками Он мне очень нравится Вот теперь вторая кофточка появилась И вообще напишите, носите ли вы что-то подобное Следующее, то что я покажу, девчонки Это юбка Это моя мечта Я очень-очень давно хотела юбку плиссе И в таком цвете Это просто вообще огонь, девочки Изумрудный цвет Изумрудно-зеленый цвет Как он красиво переливается Посмотрите Юбку я хотела именно такого плана плиссе И цвет я хотела либо серый Такой насыщенно-серый, темно-серый Либо насыщенный изумрудно-зеленый цвет И длину я хотела именно вот такую middle Мини я уже почему-то все Не хочу носить короткие юбочки Вроде бы и ноги пока более позволяют Сама себе сделала комплимент Но мини как-то у меня уже не тянет носить На макси у меня роста недостаточно А длина middle Мне кажется, она смотрится женственно, стильно И что касается вот этой юбки Мне она очень понравилась Но, девчонки, не все-таки идеально Минус в этой юбке есть Именно по пошиве Наверное, это мне такая юбка попалась Потому что все отзывы были Исключительно положительные У покупателей, у реальных покупателей Короче говоря Вот здесь есть длинный замок Скрытый, сейчас я вам покажу И его неаккуратно пришили сбоку Вот здесь немножко топорщится Вам, я думаю, что видно Когда, конечно, я надеваю эту юбку Не так заметно становится Но все равно я знаю, что у меня Что-то там не то И, скорее всего, я отдам на перешив Чтобы все было аккуратненько, красиво Но сама по себе ткань Вот эта атласная Она очень плотная И размер этой юбочки У меня тоже S Опять-таки бирки ши-ин везде А здесь тоже есть, смотрите-ка Юбка очень классная Женственная, красивая Если вы любите подобные вещи Можете обратить внимание Если вы не боитесь того Что, может быть, это не случайно Может быть, у них все юбки идут Вот такие бракованные Я не могу, к сожалению, отвечать Но, опять-таки, повторюсь Что отзывы были хорошие Сразу отмечу, что я снимала Обычную примерку Я не создавала какие-то образы Чтобы все друг с другом сочеталось Просто, чтобы вы посмотрели Как эти вещи смотрятся Не на модели на сайте А на обычном человеке Рост у меня 164 см Так, размер я ношу 42 Ссылку на каждый товар На каждую вещь я оставлю внизу Вы найдете в описании По размерам я сказала, что у меня размер S Заказывала всех вещей И ссылку я обязательно оставлю На кэшбэк-сервис SmartySell для установки И обязательно, конечно, оставлю купон на 15% Поэтому заглядывайте в инфобокс Девочки, пришла я себе кофе сварить И решила показать вам, как я это делаю И немножко рассказать про работу нашей кофемашины Какая она у нас Какие у нее функции Потому что много вопросов возникло Под моими предыдущими видео И немножко о ней расскажу Выбирала я ее сама Выбирала исключительно по отзывам И, естественно, цена тоже имела Так скажем, весомый аргумент Сейчас, кстати, стоимость данной кофемашины Не упала Почему-то она стоит столько же Мы ее приобретали за 25, по-моему, тысяч рублей Это у нас марка DeLonghi Всем известная марка Бренд, который производит хорошие, качественные кофемашины И не только кофемашины Модель называется Magnifica S Здесь полное наименование я обязательно оставлю В описании видео Загляните туда Но сразу же, забегая вперед Могу сказать, что есть уже усовершенствованные версии Данной кофемашины Поэтому, если вы хотите что-то посовременнее Есть варианты То есть вы можете рассматривать Почему здесь у нас всегда стоит чашка Потому что, когда начинает работу свою кофемашина Вот нажимаем кнопочку И она начинает себя прочищать, прогревать Каждый раз она при каждом включении делает Далее, давайте вот этот носик мы опустим И вот, посмотрите, машина заработала Сейчас она себя сама будет мыть И точно так же при каждом выключении она себя моет Поэтому у нас всегда стоит здесь дежурный стакан Дежурная чашка Если этой чашки не будет, у нас все будет стекать вниз Она вот таким образом себя промывает Видите, ну, небольшое количество воды Но это горячая вода Это кипяток И еще у нас индикатор загорелся тут на днях Недавно совсем Красный индикатор сообщает о том Что нужно воспользоваться средством от накипи Каждые где-то, наверное, полгода Но в зависимости от того, как часто вы пьете кофе Загорается вот эта лампочка Которая сообщает о том, что нужно промыть просто машину Это делается, ну, не очень просто И я этим вопросом занимаюсь Потому что Антоша у меня не захотел разбираться И запускала машинку, собственно, тоже я Нужно определять уровень жесткости воды Проходить тест, который прямо в комплекте идет к кофемашине И еще есть возможность выставлять некоторые функции Например, помол кофе Который выставляется вот там Есть у нас, видите, круглый рычаг И еще можно регулировать время Автоматического выключения кофемашины У нас стоит время сейчас полчаса Потому что нам это удобно И еще можно регулировать По-моему, даже объем чашки Можно делать меньше-больше Какие у нас есть здесь варианты Есть у нас эспрессо Вот эта кнопка есть Двойной эспрессо, американо И двойной американо Я всегда пью американо с добавлением молока Ну, практически кофе глиссе получается Это у нас кнопочка пара Пар нужен нам для того, чтобы делать капучино Я вам оставлю ссылку на видео, где я готовлю капучино Видео называется «Мое утро» Делает очень классную нежную пенку И прямо можно делать многослойный Такой, знаете, капучино Многослойный красивый кофе Как в ресторанах, как в кофейнях Вот кнопка пара здесь тоже у нас находится И, кстати говоря, вот данную кнопку тоже иногда нужно использовать Когда воздушные пробки образуются Вот здесь, в этом резервуаре Где у нас находится вода Конечно же, воду нужно постоянно добавлять Я вам покажу Это очень просто делается Таким образом вытаскиваем У нас здесь вот есть фильтр с водой Я всегда воду наливаю из фильтра И вот так доливаю до отметочки максимум Ну все, в принципе, этого достаточно Видите, у нас на экране загорелся индикатор Что не хватает недостаточно воды На самом деле, я просто вытащила этот резервуар До щелчка закрыли, индикатор пропал Также есть вот эта круглая кнопка посередине Которая регулирует крепкость кофе Сверху у нас есть металлическая подставка Здесь можно кофейные чашки ставить Но при желании Далее у нас два отсека Один отсек, вот этот большой, для зернового кофе А вот этот маленький отсек для молотого кофе Вот он Мы никогда не использовали Я на самом деле туда даже не заглядывала По поводу кофе Сейчас мы добиваем вот этот кофе Жареный в зернах Здесь у нас один килограмм Это торговая марка Лента Мне не нравится этот кофе Но он стоил Почему мы его купили? Потому что он стоил очень-очень дешево Рублей 400 за килограмм Это очень дешево И вообще мой самый любимый кофе По соотношению цена-качество Наверное, это Жордин Его по акции можно урвать даже за 800 рублей За там даже меньше 1000 рублей Большой такой вот большой пакет Мне нравятся там зерна Они очень имеют приятный вкус Ну кофе имеет приятный вкус Приятный аромат Он не горчит Вот этот кофе горчит На самом деле они пишут, что это сильная степень обжарки Но это полный бред Это просто кофе низкого качества Я вам сейчас покажу, как не должен выглядеть кофе Так кофе выглядеть не должен Должны быть светлые прожилки У Жордин всегда светлые прожилки И это действительно чувствуется А вот этот кофе просто пережаренный Для того, чтобы... Ну я не знаю, с какой целью это делают Видимо, перекрыть может быть какие-то другие ароматы Ну не знаю, я не особо знаток Просто я вот уже привыкла к Жордину И чаще всего мы покупаем именно его Будем заливать Ну даже несмотря на то, что кофе не самого высокого качества Вкус получается у кофе очень насыщенный Очень вкусный Конечно же он не... Я не знаю Вообще ни в какое сравнение не идет с растворимым кофе Даже с самым дорогим кофе Поэтому в любом случае Даже дешевый вот такой зерновой кофе Он гораздо лучше растворимого раньше К слову-то говоря, мы покупали все время растворимый кофе Убираем капучинатор И я сейчас буду немножко вот здесь протирать Потому что брызги летят Видите, здесь двойной носик Это сделано для того, чтобы можно было ставить Сразу вот так две чашки И не два раза запускать кофемашину, допустим А нажать двойную Двойной американо, допустим И он приготовит сразу две порции кофе Теперь что я буду делать Во-первых, покажу свой небольшой лайфхак В этом отсеке у нас собирается кофейный жмых То есть перемолотый кофе И это самый крутой скраб девочки У меня сейчас есть супер деликатный скраб от Фаберли Который меня не устраивает как раз таки Тем, что он слабо скрабирует Я его просто перемешиваю вместе вот с этим кофе И получается вот то, что надо Супер-супер-супер Я кофейный скраб вообще обожаю Выбрасывать этот жмых я не буду Потому что здесь еще очень мало Пускай подкопится Сегодня вечером буду и скраб использовать как раз таки А когда переполняется вот эта чашка Появляется вот такой индикатор Который нам сообщает о том, что нужно выбросить Пора уже почистить кофемашину и выбросить эти таблеточки Очень грязный поддон Вот крышечка Пойду сейчас все это мыть Видите здесь вот эта красная штучка Это у нас поплавок девочки Он нужен для того, чтобы сообщать Также обладателю данной кофемашины О том, что резервуар данный наполнился Пора бы почистить поддон Ну все, загружаем все обратно И наконец-то будем готовить кофе Потому что я уже очень хочу кофе Я очень люблю кофе с молоком Поэтому видите, у меня достаточно много молока Я буду разогревать молоко в микроволновке Потому что оно у меня из холодильника буквально 5 секунд Прошло секунд 5 Я вытаскиваю свое молоко И ставлю под вот этот носик Далее просто нажимаем одну кнопочку У меня будет вот такая кнопочка Сейчас кофемашина занимается тем, что загружает зерна И будет перемалывать Проходит буквально 5 секунд И кофемашина нам наливает Ой, такой ароматный, такой красивый кофе Очень-очень вкусный Кстати, знаете, мне нравится то, что Даже без капучинатора образуется вот такая небольшая пенка И эта пенка довольно-таки долго держится Посмотрите, прям улыбка получилась Ха-ха, доброе утро, добрый вечер Кто меня когда смотрит Вот, мой кофе готов